Компания Harley-Davidson показала свой электрический горный велосипед. Произвела новинку дочерняя компания HD, серия L1, которая специализируется на производстве электровелосипедов. Представленная модель это Mountain Bike, обутый во внедорожные шины Michelin и Wild. Однако при этом у велосипеда отсутствует задняя подвеска, рама, двигатель и аккумулятор позаимствованы у городской модели. Все электровелосипеды Harley-Davidson относятся к премиум классу, поэтому цена на них соответствующая. Так, за модель BASH MTB, которая будет выпущена ограниченным тиражом 1050 экземпляров, просят 3999 долларов или 238 тысяч рублей. Компания Piaggio заново изобрела концепцию городской мобильности вместе с новым трехколесным скутером MP3. Итальянский производитель представит линейку из трех моделей. Эти скутеры обеспечат высочайший уровень производительности, технологий и безопасности, благодаря множеству функций, позаимствованных из автомобильной индустрии. Среди них стоит отметить систему контроля слепых зон, круиз-контроль и камеру заднего вида, активируемую при включении заднего хода. Кроме того, новые MP3 оснащены еще более эффективными двигателями стандарта Евро 5, светодиодной оптикой, бесключевым доступом, а также 7-дюймовым цветным TFT-дисплеем, который благодаря системе Piaggio Mio соединяется со смартфоном. Один из ведущих мировых производителей электробайков итальянской компании Energica показала свой первый мотоцикл для путешествий. Новый Energica Xperia укомплектован модернизированным двигателем с пиковой мощностью 75 кВт, или 102 лошадиных силы, который стал легче и расположен ниже, чем в других моделях компании. Мотоцикл также получил новую батарею 22,5 кВт-часа, которая способна обеспечить пробег до 420 км в городском цикле. В смешанном цикле автономность составит 256 км и 208 км в загородном. Компания MV Augusto работает над новым спортбайком F4. В своем интервью британскому изданию MCN глава MV Augusto Тимур Сардаров подтвердил, что компания намерена вернуть в линейку ультрапремиальный спортбайк F4. Впрочем, Сардаров сообщил, что обновленный F4, возможно, уже не будет иметь той подчеркнуто трековой ДНК, как у оригинальной модели. На неделе дизайна в Милане, которая пройдет с 7 по 12 июня, культовый итальянский производитель скутеров представит две новинки. Символично, что новые скутеры Lombretto G350 Special и X300 будут показаны в год 75-летия миланской компании, которая на равных конкурировала со знаменитой Vespa. Британский производитель Triumph объявил, что их электрический прототип TE-1 прошел финальную стадию испытаний и готов к премьере. 12 июля 2022 года Triumph представит окончательный вариант мотоцикла, включая фотографии, видео и основные технические характеристики, запас хода и время зарядки. Выпуск нового CRF450R 2023 модельного года приурочен к 50-летнему юбилею с момента выхода первого кроссового мотоцикла Honda. CRF450R получил ряд обновлений, включая увеличение на 10,7 крутящего момента при 5000 оборотах в минуту, повышение жесткости рамы, которая в свою очередь позволила улучшить жесткость задней пружины и улучшить демпфирование для лучшего контроля. Также были изменены настройки передней подвески. Цветовая графика юбилейной версии CRF450R – это отсыл к легендарной CR250M Elsinore, мотоциклу, с которого Honda начала свое шествие в мотокроссе. Похоже, что китайские производители мототехники в самое ближайшее время смогут вывести свою продукцию на радикально новый уровень. Компания Benda Motorcycles, специализирующаяся на выпуске круизеров, показала сразу два новых V-образных двигателя. Наибольший интерес, безусловно, представляет старшая модель V4 объемом 1198 кубических сантиметров и мощностью в 153 и 64 лошадиных сил, достигаемых при 9500 оборотах в минуту и 121 ньютон-метр крутящего момента. Второй мотор выполнен по той же схеме, но имеет объем 496 кубических сантиметров и выдает 57 лошадиных сил на 10 тысячах оборотов в минуту и 45 ньютон-метров момента. Компания KTM обновила свой спортивный SuperMoto 450 SMR. Модель 2023 года получила усовершенствованную раму и подрамник, улучшенную ходовую часть с обновленным амортизатором и подвеской VP последнего поколения. Кроме того, вес одноцилиндрового двигателя снизился почти на полкилограмма, а мощность увеличилась до 63 лошадиных сил. Ну и, конечно же, KTM 2023 SMR 450 получил новую обновленную графику. Формат скутеров-кроссоверов набирает обороты. Бренд KL, входящий в состав PLP International, представил свою версию вседорожного скутера. Новый KL Brera X предлагается с одним из двух одноцилиндровых двигателей. Объемом 300 кубических сантиметров и мощностью 19 лошадиных сил и объемом 125 кубических сантиметров с мощностью 9,8 лошадиных сил. Вне зависимости от двигателя, Brera X оснащается 13-дюймовыми колесами, 35-миллиметровой передней вилкой и амортизаторами Kayaba. В штатную комплектацию скутеров входит светодиодная оптика, бесключевой доступ, защита рук и регулируемое ветровое стекло. Японская компания Kawasaki обновила сразу две своих популярных 400-ки. Японский концерн представил две ключевых модели для начинающих – Naked Z400 и Sportbike Ninja 400 2023 модельного года. Оба мотоцикла оснащаются двухцилиндровым двигателем объемом 399 кубических сантиметров и мощностью 45 лошадиных сил с 37 ньютон-метрами крутящего момента. Силовой агрегат теперь укладывается в экологические нормы Евро-5 и соответствует категории водительских прав А. Помимо обновленного двигателя, мотоцикл получил измененную цветовую гамму и новое проскальзывающее сцепление. Возможно, уже следующее поколение флагманского спортивного мотоцикла Yamaha получит новую технологию, позаимствованную из MotoGP. Yamaha запатентовала первую трансмиссию для своих дорожных мотоциклов, которая дебютирует на модели YZF R1. Основное ее отличие от классической заключается в возможности одновременно подключать две пары шестерней, расположенных рядом, передавая мощность с одной на другую с минимальным временным интервалом. Преимущество безрывковой трансмиссии является то, что нет разрывов передачи мощности на заднее колесо. Сцепление задействовано постоянно даже при переключении передач, а сама смена передач происходит плавнее, без рывков, тем самым сокращая время самого переключения. Недавно испанский мотогонщик Пол Таррес, прославившийся популярными видеороликами с мототреальными трюками на туристическом эндуро Yamaha TNR 700, установил мировой рекорд, достигнув на своем мотоцикле высоты 6157 метров над уровнем моря. Заезд состоялся в марте 2022 года, когда Пол вместе с командой отправились в Аргентину, чтобы покорить одну из самых высоких гор Ант, знаменитую Мерседарио. Для подъема на такую высоту Полу потребовалось кислородное оборудование. Мотоцикл же добрался до рекордной отметки без поломок и отказов. Единственная техническая проблема, с которой столкнулся гонщик, это быстрый и разрушительный износ задней шины, случившийся из-за каменистого грунта. Впрочем, Таррес не намерен останавливаться и уже планирует новый челлендж. Испанец на своем TNR 700 намерен принять участие в Эрсберг Родео, знаковой четырехдневной Hard Enduro гонки, проходящей ежегодно с 1995 года. Друзья, напоминаем, что сейчас самое лучшее время для покупки билетов на Гран-при Москвы. Успевайте приобрести билеты по самой выгодной цене, так как на следующей неделе стоимость всех категорий билетов повысится.